Ветераны Великой Отечественной войны как живая память о самой значимой победе в истории нашей страны. Каждый из них прошел нелегкий путь, жертвуя собой ради будущих мирных дней, для жизни последующих поколений. Юрий Сытов празднует в эти дни свой юбилей. Ему исполнилось 95 лет. Поздравить фронтовика пришли представители власти, военные и студенты. Абдул Алиев с подробностями. Вот так в торжественной обстановке принимает поздравления ветеран. Сегодня у него в гостях бойцы Росгвардии и молодые волонтеры, студенты из разных СУЗов и ВУЗов Республики. Под окнами Юрия Михайловича персонально для него был организован целый мини-концерт. Поздравить солдата Победы прибыл и министр по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Энрик Муслимов. В ходе беседы глава ведомства заверил ветерана, что представителями власти делается все необходимое, чтобы память о Великой Победе никогда не угасла. Нет, мы не дадим это забыть, потому что сегодня в Республике тоже огромное количество мероприятий, посвященные 75-летию, проходят. Есть указ главы Владимира Владимировича Васильева. Он наш сегодня глава, офицер, генерал. Поэтому при наличии таких людей тоже при такой организации никто не даст забыть. Тем более уже мы в виде поправок сегодня вносим в Конституцию Российской Федерации о сохранении памяти, о том, чтобы знали, что это такое. Ветеран в свою очередь выразил славу благодарности за столь теплое поздравление и дал небольшое наставление молодежи. Учиться, учиться как раз учитель Ленин. И еще раз учиться. Иметь обязательную специальность. Любить свой народ, родину, мать, отца. Быть храмным, умным, честным. И идти вперед проторенной хорошей дорожкой, которую вы выберете. А остальное все приложится. Главное быть человеком, оставаться. Юрий Сытов родился в 1925 году в городе Астрахани. А в 1933 году переехал с родителями в Дагестан. Удя на фронт в январе 1943 года, Юрий Михайлович в составе зенита артиллерийского полка принимал участие в боях на территории Белоруссии и дошел до Восточной Пруссии. За мужество, проявленное в борьбе с врагом, награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью за победу над Германией.